Более сотни подарков участницы клуба «Активное долголетие» передали детям, которые в Новый год находятся на лечении в стационаре. Ёлочные игрушки, новогодние веночки, тёплые шарфы и даже носки. Всё это рукодельницы создавали своими руками, чтобы скрасить период лечения маленьких пациентов в больнице. Взаимность не заставила себя ждать. Мне очень понравилось ваше поздравление с Новым годом. Я вас тоже поздравляю. Я вас люблю. Желаю вам здоровья и счастья. Я видел, как вы старались ради нас. Вы очень много души вражили в эту работу. Я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья. Я очень хочу поблагодарить всех, кто принял участие, чтобы подарить нам праздник. Я всем желаю счастья, большого здоровья, чтобы все их мечты сбывались. И просто хочу, чтобы все были счастливыми. Эти тёплые слова, благодарности, адресаты, участницы клуба «Активное долголетие» смогут увидеть только в записи. Из-за действующих ограничений они не смогли лично встретиться с детьми. Но посыл доброты чувствуется даже на расстоянии. Наша предновогодняя ночь. Как здорово. Спасибо большое. Это от нас вам благодарность. Юный художник Семён подарил клубу «Активное долголетие» одну из своих картин с искренними пожеланиями счастья в наступающем году. Я решила подарить вам картину, потому что вы нам подарили всё. Вы подарили нам подарки. Вы вложили душу в подарки. Вы очень добрые. Я вам желаю счастья. В проекте приняли участие около 20 членов клуба «Активное долголетие». Подарки для детей готовили в течение нескольких недель. Некоторые даже плакали, говорят, чтобы дети были здоровы. Потому что они знают, что когда болеют внуки, это очень-очень-очень тяжело. И вот с таким трудом, с такой теплотой. И каждый придумывал что-то такое, чтобы согреть детское сердце. Вместе с подарками участницы бабушки передали детям поздравительный онлайн-ролик с добрыми пожеланиями.